с постоянным поисковым на благо себе, нашему региону, энергетике и нашей стране. Так, начинается восьмой, уже теперь традиционный Уральский молодежный энергетический форум. А я вижу лица знакомые, мне сказали, я хотел сказать старые, мне поправили, какие же они старые, молодые, но уже старые знакомые. Это приятно, я рад видеть новые лица, я думаю, что мы сможем составить из себя такой дружный, слаженный коллектив. Желаю, чтобы всем было интересно, чтобы каждый получил свои желаемые результаты, чтобы уехали отсюда с ощущением того, что время здесь проведено не зря. Сначала я хотел бы рассказать немножко об истории, потом перейти к замыслу этой игры. А, да, надо очень важно сказать для тех, кто участвует первый раз. Итак, называем мы официально это мероприятие Уральский молодежный энергетический форум. И дальше вы все читали, те, кто впервые даже на этом мероприятии участвует, которые проводятся в формате организационно-деятельственной игры. Собственно, поэтому слово «игра» — это здесь нормальное короткое название того, что здесь происходит. Надеюсь, что это будет на самом деле и серьезная работа, в том смысле, что качественная работа. И одновременно это будет такая творческая импровизация, это будет интеллектуальное, скажем, пиршество, игра для тех, кто хочет, скажем так, думать о том, что происходит, что он хочет делать, что бы он хотел видеть впереди, хотел бы участвовать в строительстве будущего, собственного будущего и быть причастным к этому. А, как меня зовут. Вот это я все время забываю. Меня зовут Соколов Алексей Евгеньевич, я начальник отдела топливоэнергетического комплекса Министерства энергетики. Здесь я руководитель игры, руководитель этого проекта. В принципе, наверное, имеет смысл нам познакомиться всем поближе, в том числе я бы рассказал о своей команде немножко, о тех, кто будет нам помогать работать в группах. Но по правилам мне хотелось бы сказать в конце. Сначала немножко об истории, которая каким-то образом задает сегодняшнее наше движение и нашу работу. Вообще, надо сказать, что такое мероприятие, как организационно-деятельственная игра, родилась, во-первых, впервые в нашей стране, как некая инновация, инновационный, можно сказать, проект такого коллективного мышления и деятельности. Разработана эта форма была в рамках Московского методологического кружка Георгием Петровичем Щедровицким и его коллегами. А самая первая игра была проведена на Урале в 79-м году, в августе 79-го года. Поэтому вот мы здесь присутствуем, можно сказать, на родине первых игр. В 80-е годы это был период становления и бурного развития вот этой формы. В 90-е годы, к сожалению, не стало Георгия Петровича, но движение осталось. Сейчас продолжают существовать методологические различные образования и игротехнические лаборатории, группы творческие в разных частях, даже уже теперь не страны, а бывшей страны, которая называлась Советским Союзом, в разных республиках. И вот партнеры нашего проекта, например, наши коллеги из Эстонии будут участвовать нами очередной раз уже. Эти мероприятия позволяли решать сложные проблемы. Во всяком случае, как одно из определений, что такое игра, это способ коллективного решения сложных проблем в условиях недостатка информации. И, кроме этого, Георгий Петрович говорил еще такую вещь, что игра – это ловушка для мысли. В Московском металлогическом кружке большое внимание и значение придавалось сначала в начале его создания в 1954 году поискам создания сначала теории деятельности, потом теории мышления, а задачка, группа перед собой поставила задачу построить теорию мышления, группа молодых философов. Но постепенно это превратилось в поиски методологии. Поняв, что теории мышления быть не может, стала выстраиваться методология, которая последствием стала называться системно-мыследеятельственная методология. И на основе вот этих принципов, которые выработаны в этом движении, в Московском металлогическом кружке, была создана такая практическая форма реализации так называемого СМД-подхода, опять же, многим незнакомая сегодня аббревиатура, систему-мыследеятельственный подход, который строился как подход мировоззренческий, как подход, который должен сменить господствующий в то время, ну и в наше, наверное, время, то есть наиболее распространенный подход или картину мира. Естественно, научный подход, и находился с ним в оппозиции, строился как раз как оппозиция, как более продуктивное, более эффективное, более адекватное, скажем, мировоззрение, более адекватный подход к восприятию мира и, собственно, к работе с ним. Воспринималось это основной посыл, основной тезис этого подхода был, мир – это мир мышления и деятельности людей, и другого мира у нас нету. И поэтому надо к нему так и относиться, и так, скажем, им пользоваться, так им его строить. В нулевые годы у нас здесь появилось такое мероприятие, которое мы сначала назвали управленческий практиком с кадровым резервом отрасли. Постепенно это нарождалось в рамках Свердлов Энерго. В это время для реформирования, для подготовки и выработки концепции реформирования энергетики руководство «Арауэс России» в лице Чубайса заказало серию такого рода оргдеятельственных игр на предмет поиска проблем, перспектив, возможностей трансформации отрасли и компании, главной компании в отрасли «Арауэс России». Было проведено несколько вот таких игр уже с сыном Георгия Петровича Щедровицкого, Петром Георгиевичем Щедровицким, и ряд игр в том числе проводился с упором на кадровый резерв отрасли, то есть кадры для новой энергетики. Подфотих примерно эту тестофету, мы решили продолжить такую традицию, и у нас сложилась уже ежегодная такая практика. Мы проводим игры, которые мы называем Уральским молодежным энергетическим форумом с кадровым резервом отрасли. Постепенно мы начинаем сами понимать, что у нас получается, и вот несколько направлений я бы хотел сейчас вам обозначить, которые уже пройдены и которые как бы очерчивают траектории нашей будущей работы, и которые мы, собственно, вас и приглашаем. Постепенно формируя свои представления о том, что происходит в отрасли, и почти каждая игра, каждый форум у нас начинается с разговоров, с анализа ситуации наличной, как мы понимаем ту сферу, где мы работаем, или даже если мы в ней не работаем, которая так или иначе нас касается, это существенная часть нашей экономики, энергетика, что в ней происходит, почему в ней происходит вот то, что происходит, или не происходит то, что хотелось бы, чтобы происходило. То есть вот такое понимание, которое несут на себе, конечно, люди, имеющие эти представления. Мы включаем, отчасти поэтому стали включать в наши мероприятия, приглашать экспертов, людей, которые либо много лет, либо всю жизнь уже прожили, посвятили себя энергетике, имеют свои представления и пытались как-то это использовать. Но направленность наша была не на прошлое, хотя это очень важно, понимать свое прошлое, понимать, скажем, замысел, масштабы, скажем, того же плана Гойл-Ро, масштабы вообще строительства в энергетике, которые были в 60-е, 70-е, 80-е годы, что в ней было в 90-е годы и почему, что происходит сейчас и почему, и какие исторические корни это имеет, это очень важно. Но, конечно, основная нацеленность наших мероприятий – это развитие энергетики. Как возможно развитие энергетики, скажем так, как мы можем участвовать в этом процессе, как вообще им управлять этот процесс. Наверняка, здесь надо ввести слово, как раз термин СМД методологического языка, искусственный, в отличие от естественной, река течет сама по себе, естественный процесс. Человек на нее не влияет. А вот энергетика не может развиваться сама по себе. И даже если некоторые вещи можно статистически наблюдать, как как бы естественные процессы, это квази-естественные процессы. То есть энергетика – это то, что делают люди, безусловно, это очевидно. И вот люди могут сделать разную энергетику. В том числе мы можем быть причастными к созданию этой энергетики новой, которую мы хотели бы видеть. Наши поиски вывели нас на несколько, скажем, моментов, которые мы сейчас удерживаем, как наши находки, но не всегда понятно, что с этим дальше делать. Скажем, на одной из игр, по-моему, это была третья игра, мы решили пообсуждать такую сумасшедшую проблему. Она нам представляется очень важным, что здесь мы раскованы, свободны. Игра все-таки, можем пофантазировать себе что-нибудь, то, что нам хотелось бы построить, и дальше попытаться доказать, что это реально. То есть некий прорыв в будущее, где есть новое, следов и признаков, которые нет в настоящем, построить как некоторую идеальную картинку, и потом попытаться проектным путем прорваться в будущее, понять, как это можно построить. Задачку мы взяли для себя, одну из задачек, я помню, вот такую достаточно простую, торф, как топливо будущего. То есть мне было, например, совершенно очевидно, что торф – это топливо прошлого, Качканарская ТЭС дорабатывал свое при мне на торфе, и как бы уходя от этого разгрузца рая, от этих грязных технологий, наши энергетики, конечно, были счастливы, что перешли на газ, и можно было бы это забыть как дурной сон, как вот что-то, как телегу, что называется, которая сегодня не нужна. Но играючи вот в идею торф как топливо будущего, мы поняли, что торф может быть топливом будущего. Больше того, если мыслить шире не рамками только одной энергетики, а рамками экономики в целом, можно вообще мыслить торф как ресурс развития. Нам это показалось интересно, и дальше мы написали, вот уже привлекая экспертов, записку губернатору Росселю тогда по итогам нашей игры, который сказал, надо разработать программу, концепцию, программу развития этого направления. Какая-то работа в этом направлении была проделана. Но мы не видим сегодня, чтобы заколосилась вокруг нас торфяная энергетика. То есть нельзя сказать, что развитие состоялось. Но с другой стороны, и надо понять, а что надо все-таки сделать, чтобы оно состоялось. И надо ли, и где надо, где не надо. Но вот я привез с собой ряд документов, как некоторые свидетельства, или может быть повод для осмысления, для работы. Один из документов пришел вчера. А вот он. Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Валерий Афанасьевич Язев пишет председателю правительства Свердловской области. Пишет он о том, что он в курсе, что в Свердловской области введена впервые автоматизированная котельная на торфе мощностью 7 мегаватт в Тугулыми. И с одной стороны, есть проблемы с продвижением этого проекта, просит оказать содействие, а с другой стороны, просит оказать поддержку реализации и дать информацию о проделанной работе по вовлечению торфяных ресурсов в Свердловской области в экономику области. Надо сказать, Валерий Афанасьевич Язев, наш земляк, и еще один член Госдумы, Георгий Карпевич Леонтьев, они заинтересованы в продвижении этого, тем более, что оба причастны к энергетике этого направления, реализации этого направления в стране. И этот разговор ведется уже на уровне страны, на уровне Совета Федерации, Государственной Думы, и тем не менее есть проблемы. Что с этим делать дальше, что будет из этого, какая будет торфяная энергетика, вообще до сих пор не очень понятно. Но тем не менее, право на существование, в принципе, оно обозначает и доказывает. Мы обсуждали самые разные идеи, и пытались, скажем, самые фантазийные, может быть, вот в годы кризиса, мы пытались предложить к обсуждению идею построить новую финансовую мировую систему, где вместо доллара был бы киловатт-час, как бы единицы этого. Поэтому это не наша идея, это идея нашими соотечественниками и в прошлом веке, и даже в подопрошлом веке, как мы узнали от тогда руководителя банка «Северная казна» Владимира Николаевича Фролова, идеи Подолинского, российского ученого, который говорил, что это совершенно реальная идея, совершенно реальная и самая адекватная, мерила из всех, которые могут быть, мерила всего. Соответственно, эта идея может быть положена в основу, на самом деле, будущей финансовой системы, но тогда казалось еще, даже вот это было три года назад, что доллар вечен, там ничего с ним не случится, вот сегодня уже некоторые сомнения даже по поводу евро появляются даже в самой Европе, и, возможно, наша задумка построить эту систему, может быть, не силами и не в формате вот только одной игры, но как-то подключиться к этой идее коллективно, используя вот именно методы мобилизации и эффективной организации различных интеллектуальных ресурсов, решить вот такую задачу. Почему бы нет? А потом получить за нее Нобелевскую премию, например. Я это привожу к примеру, к тому, что мне кажется, что задачи, которые вы сегодня перед собой поставите, они могут быть любые. Если они осмыслены, понятно, что они нужны, а решения, решения пока нет, но то они и задачи, чтобы искать решения. Они могут быть, мне кажется, вполне и довольно смелыми. В основном, поскольку все наши мысли об энергетике, это более близко для нас отрасли, мы, конечно, в первую очередь говорим о возможностях развития энергетики, но не только. Говоря по энергетике, я бы сказал так, на прошлой игре мы, поскольку привлекали экспертов, которые предлагали нам версии возможностей развития энергетики, которые сегодня не используют, не существуют, но могут быть реализованы. Мы пригласили сюда интересного человека. Это академик Российской академии естественных наук Павел Павлович Бадьин. И он выступал по интернету. Вот здесь мы наблюдали его изображение. Он рассказывал нам по возможности строительства подземных атомных станций. Сегодня Павел Павлович с нами. Павел Павлович, прошу вас представиться. Павел Павлович. Мы вместе с ним решили продолжить обсуждение этой идеи. Почему еще? Вот теперь я уже расскажу в таком залоге, в котором мы живем между играми. Немножко историю нашей команды, что называется. Хотелось бы, чтобы наши разговоры, сколько они бы интересными и умными нами не казались, не кончались бы разговорами, а превращались во что-то практическое. Как с этим быть? Вот мы придумали, создали группу людей, которых интересно продвижение именно этой темы. Вот я бы как раз делал акцент на том, что есть возможности, есть идеи, а есть необходимость и, видимо, возможности их культурного продвижения до реализации. Мы стали искать эти возможности, и первое, что нам удалось сделать, мы разработали такой проект, похожий на ОДИ, но более компактный и с привлечением маститых экспертов из разных отраслей, из экономики, экологии, технологий, энергетиков различных. И создали, провели 23 марта этого года экспертные слушания по строительству подземной АЭС. Это было продолжением нашего разговора на эту тему на прошлой игре. Результатом стало вот такой документ, компактный, по-моему, восьмистраничный. Сводное экспертное заключение по результатам экспертных слушаний по рассмотрению работы. Работа сделана была ранее. Разработка технического предложения по подземной атомной теплоэлектростанции на базе судового оборудования для муниципального образования город Кушево Свердловской области. Эта работа была сделана лет 7 назад, и не была реализована, и теперь возникает вопрос, есть ли у нее перспективы. Занялись мы этим еще не просто так, а потому что тот же наш бывший губернатор, а теперь сенатор Эдар Таргадж-Россель обратился с предложением рассмотреть вот эту тему, нынешнему губернатору Александру Сергеевичу Мишарину. И вот он предложил Министерству энергетики организовать это рассмотрение. Вот таким образом мы своими силами, поскольку мы уже были как-то на это ориентированы докладом Павла Павловича, готовы, организовали около 50 человек, несколько больше, по-моему, было, чем 50 человек, вот такое экспертное мероприятие. В результате получился такой первый блин, некоторая связанная наша записка, где излагается суть, и излагаются разные стороны, различные стороны этого проекта и возможности его развития. Я бы дальше здесь, может быть, не развивал эту мысль, но я думаю, что эту идею нам в том числе стоит пообсуждать здесь, вот в формате нашего сегодняшнего мероприятия. Дело в том, что это дорогостоящие мероприятия, это не может быть частным проектом, понятно, что слишком сложное для конкретного предприятия, даже для конкретной отдельно взятой области, даже для такой солидной области, как дееспособной вполне, как Свердловская область, это скорее федеральный проект, и тогда мы понимаем, и отраслевой, мы понимаем, что речь тогда надо вести о некоторой как бы подотрасли, о строительстве целой серии, наверное, вот этих малых электростанций, подземных, неподземных, надо разбираться, но если в этом есть какая-то перспектива, что это за перспектива, что она нам дает? Тем более мы понимаем, на фоне Фукусимы, например, очень сложно обеспечить культурное продвижение такого рода проектов. Эта задача усложняет, но никак не снимает ее. Давайте разберемся, что мы можем сделать по культурному продвижению этой темы. Надо сказать, на выставке, которая проводится уже второй раз у нас подряд, так называемый Иннопром, выставка и форум, мы провели еще одно мероприятие, которое задумали как раз по итогам наших игр, это экспертный клуб. И вот в этом экспертном клубе рассматривали различные варианты технологий, в том числе развития энергетики. Одной из этих технологий была идея создания энергоустановок на базе топливных элементов. И наши разработчики, которые занимаются этими вопросами, показали, что перспективы здесь есть, но сегодня твердооксидные топливные элементы, энергетика на них пока еще не стала реальностью. В чем дело, почему, что тут можно сделать. Вообще, что это за энергетика будет, когда появляется, например, энергетика на торфе, на малых атомных реакторах, например, на совсем миниатюрных, может быть, источниках таких твердооксидных топливных элементов, что их объединяет. И мы пришли к выводу на этом экспертном клубе, что возможно строить некую платформу рядом с существующей энергетикой, которую можно назвать распределенной энергетикой. Я бы сейчас нарисовал какую-то стартовую картинку, которая есть у меня в голове, которая может претерпеть существенные изменения в итоге наших обсуждений этой темы. Для начала. Мы понимаем, что у нас сложилось и во многом себя зарекомендовало и оправдало энергетика, которую можно назвать системной энергетикой. Мы про нее многое знаем, знаем много ее преимуществ, знаем, что наша страна была первопроходцем, одним из первопроходцев по состроению именно энергосистем, системной энергетики, и можно еще назвать централизованной энергетикой, где есть генератор, где есть какие-то сети, которые охватывают территорию. Понятно, что генераторов много, они связаны в систему, но в том-то и дело, что здесь есть высокая степень централизации, и в этом и преимущество, и выигрыш, и перспективы определенные открываются и по развитию такой энергетики. Но мы знаем, что не вся, скажем, территория, даже Свердловской области, а уж не говоря нашей страны, с Тюменской областью, Красноярским краем, с Якутией, покрываются централизованными системами, хотя бы по одной простой причине – расстояние. Наше расстояние – это не расстояние Европы, скажем, Германии, где, скажем, можно дотянуться от генерации, расположенной в одной области, на Земле, до любых границ ее. У нас это уже невозможно, либо это очень неэкономично. У нас есть села на территории Свердловской области, где для того, чтобы там полсотню человек пропитать, подключить какие-то централизованные сети, надо вложить там миллионов сто, для линий 10 киловольт. А есть такое же село, только чуть подальше, и надо строить 110-ку, она уже дороже. Есть точно такие же села еще дальше, где 110-ка не пройдет, надо строить сеть 220, а населенный пункт либо такой же, либо даже меньше. Это мы понимаем, мы понимаем, что есть такие, кроме этого, есть там всякие поселения, типа садовых кооперативов, товариществ, есть сейчас коттеджные поселки, есть просто возможность сейчас расселяться, ну индивидуально. Земля у нас большая, единственное, нет возможности, хорошо бы жить, вот меня удивило в этом отношении Норвегии, люди живут индивидуально, сами по себе, и каждый живет в красивом месте, и перед каждым поляна, за домом лес, красивое место, и у них территорий гораздо меньше, они живут так, причем в массовом порядке. Мы так жить тоже можем, только надо, видимо, что-то сделать для этого, какие-то решения, в том числе энергетические. И вот эта вот территория, на самом деле, это не там, не три десятка сел, это большие потенциальные возможности для другого расселения, скажем, от мегаполисов, ну где есть какой-то достаточный комфорт. Не исключено, что если мы будем строить нецентрализованную энергетику, вместе с централизованной энергетикой будем строить вот эту вот распределенную энергетику в нашей стране, в нашей области, то ее преимущества могут отобрать часть зоны влияния у централизованной энергетики. Вот мне представляет себе картина такая, что сегодня наша большая энергетика не покрывает потребностей всей нашей страны, не охватывает всю нашу территорию, и есть такие вот пространства необустроенные. Причем там есть, конечно, энергоисточники. Даже город Салихард, столица газовая, нашей газовой провинции, он долгие годы жил с дизельной электростанцией, мощной, конечно, дизельной электростанцией, но куда завозилось в неверных количествах топливо, и город жил вот таким образом. Газ тек мимо, что называется. А кроме этого, я говорю, просто пространства, которые необустроены, в связи с тем, что у нас нет экономичных решений по строительству распределенной энергетики. И нам представляется, что разные, названные мной и неназванные технологии, решения могут лечь в основу нового развития страны. Вот не строить энергетику, конечно, самой для себя, зачем она нужна сама для себя. И то же самое мы сталкиваемся сегодня, когда мы видим, что у нас есть очень много негазифицированных населенных пунктов. Вот есть у нас коллеги из газовых сетей, которые занимаются этими вопросами. У меня есть сотрудники, которые понимают, что есть там, скажем, почти все города у нас газифицированы, а вот сельские населенные пункты, их там около двух тысяч, из них только 300 газифицированы. Остальным когда-нибудь труба, может быть, дотянется, но не ко всем, потому что вкладывать вот в землю, взрывать большой объем железа, а когда туда пришли, а там оказалось два человека, и те говорят, а нам уже не надо, мы уже переезжаем в хоспис, в дом престарелых. Решения неэффективны, для наших территорий неэффективны. Тогда надо искать комплексные, видимо, решения. Какие? И вот показалось нам, что концепция распределенной энергетики, которая бы дополняла сегодняшнюю энергетику в ее тоже развитии каком-то, она бы создавляла какую-то, какую-то, вот не отдельно, а вот вместе, какую-то новую энергетику. Один из срезов и одна из версий, вот я как-то смог изобразил ее, как я ее представляю, но я говорю, представлений этих, на мой взгляд, моих явно недостаточно для того, чтобы убедительно говорить о том, что вот что надо делать. Этого я пока не знаю. Что надо делать для того, чтобы возникла новая реальность, новое развитие страны, новое развитие территории на основе какой-то новой энергетики, как-то по-новому обустроенной. Не просто выдуманной от нечего делать, а востребованной временем. Есть ли тут какие-то вопросы? Хороший вопрос. Давайте потихоньку будем выстраиваться, настраивать правила. Предложение, которое мне прозвучало, я вам транслирую. Называйтесь, пожалуйста, тоже. И мы будем друг друга постепенно узнавать. Меня зовут Камиль, Российская Академия Наук. Вопрос такой, вот ваша предполагаемая резервная энергетика не будет ли конфликтовать с центральной энергетикой? Не произойдет ли глушение их обоих, вот как две волны вместе сталкиваются, происходит зона когерентная, насколько я помню? Камиль, спасибо большое за вопрос. Вот очень важный вопрос, потому что я не знаю на него ответа. И мне кажется, что будут. Я не знаю, как. Я не знаю, чем закончатся эти разборки, и какова будет цена этого конфликта. Вот это вопрос, вопрос нашего сегодняшнего собрания. На мой взгляд, это просто будет несколько центров вот этих вот резервной энергетики и похороненной центральной. Спасибо. Но я сейчас еще одну норму попытаюсь ввести. Предлагаю вот что. Предлагаю сейчас эти вопросы брать в рабочий план свой. Причем это может быть личный рабочий план, групповой рабочий план, но разобраться с ними. На самом деле вопрос, на который я думаю, что мы ни у кого не найдем ответа. Вот такие вопросы нас интересуют. Не те вопросы, где есть референт. Вот мы обратились, если он говорит, так все известно, я почитал это 30 лет назад, ребята, вот читайте мои книжки. А такие вопросы, на которых нет писателей, нет еще ответов, мне кажется, что это тот самый вопрос, на котором стоит заняться. Предлагаю я как раз вот такого рода вопросы задавать себе. А докладчикам, в том числе и мне, задавать другого рода вопросы. Они называются у нас вопросы на понимание. то есть уточнение того, что я говорил. Постепенно, я думаю, мы это вполне выстроим с тем, что будет продуктивным, потому что я сейчас провалюсь в дискуссию, если с вами, то мы будем терять время. А время этого у нас достаточно для решения этого вопроса в других регламентных частях нашей программы. Есть ли вопросы на понимание? Движемся дальше. Так вот, на мой взгляд, наше движение, такое интеллектуальное движение, которое складывается и становится такой доброй традицией, оно может, набирая определенную мощь, с подключением новых интеллектуальных ресурсов может прорваться вот в эти вот ответы на вот такого рода вопросы. И такого рода вопросов, мне кажется, надо вооружиться на старте нашей игры, нашего форума, чтобы их вот именно что проиграть, обыграть и получить, скажем так, игровое понимание через игровое моделирование, четкое знание о том, что возможно, например, что невозможно. И тогда это будут не пустые фантазии безответственные, а это будут обоснованные утверждения. Вот довести наши разговоры до обоснованных утверждений было бы очень неплохо. И тут я, наверное, чтобы два раза не вставать, как говорят, я рисовал бы еще одну картинку. Еще одним из таких продуктов, что ли, которые мы получили на наших играх, это наши разговоры о развитии, заканчиваются тем, что мы понимаем, что развитие часто мы не наблюдаем, хотя хотели бы, чтобы оно было. И у нас родилась схема, которую, я думаю, тоже надо взять в основу и поработать с ней, продвинуться куда-то дальше, чтобы не открывать ее заново. Схема вот какая. Мы представляем, что сегодня участвовать в строительстве будущего, я бы пока не говорил про развитие, две силы. Это государство и это бизнес. Так можно называть субъектов развития. Государство как субъект развития и бизнес как субъект развития. Между ними строится какой-то диалог. Но по нашим размышлениям, а может вы докажете, что это не так, есть такое понимание, что эта схема не работоспособная. Тем более, что государство у нас вроде бы есть, бизнес у нас вроде бы есть, а вот когда начинаем говорить про развитие, мы понимаем, что вот это не является развитием, и вот это не является развитием и так далее. И где оно само развитие? Что такое развитие? Конечно, это вопрос тоже интересный. А что же такое развитие? И хорошо бы нам выстраивать адекватные вот этим словам понятия, то есть глубокие, осмысленные такие системы, представлений по поводу важных для нас слов, например, развития. Я услышал очень интересное подтверждение тому, что эта схема не работоспособна. Буквально в этом году на форуме, который проводят москвичи, наши коллеги, такие же энтузиасты движения, поиска путей и возможности развития энергетики, называется это, как это называется, Игорь? ТЭК России в 21 веке, вот как называется этот форум. И там на этом форуме выступала посол, женщина посол Боливии в России, обсуждалась эта же самая тема, она говорит, во всем мире одно и то же, она знает, потому что живет в другом даже полушарии, власть смотрит в рот бизнесу, а бизнес смотрит в свой карман. И на этом все замыкается, что называется, что мимо этой площадки, этой рамки, мимо этого пространства, то неинтересно как бы этой схеме, то эта схема не захватывает. И если развитие или какой-то проект есть, который нам кажется интересным, достойным для того, чтобы он стал реальностью, но он не вписывается в эту схему, он не будет реализован. Вот три года назад мы подошли к тому, что здесь должен быть третий субъект, третий участник. не надо бороться с этим диалогом, надо его просто достроить по нашим представлениям. И это должно быть общество. Общество должно высказывать свои интересы. Мы хотим, чтобы было вот что. Дорого, недешево, например, мы хотим, чтобы там не было угольных станций, не было атомных станций, да, есть экологические движения. Почему? Потому что хотим. Мы хотим жить в безопасном мире. Другие говорят, мы хотим, чтобы у нас было тепло, у нас холодно. Мы вчера звонили две женщины из Первоуральска. Одна живет на Ленина, 17, такое созвучное. Вот, замерзает, отключили стояк. Так как А9, провели там шайбирование, сэкономили что-то. На самом деле, получили, видимо, эффект, но одновременно, говорит, я спала неделю в берушах, потому что все гудит, там эти шайбы гудят. И потом стало холоднее. Я говорю, вы знаете, мы сейчас будем разбираться, конечно, но я уже давно знал, разбираемся с этим вопросом. Понятно, что коммерческая компания, она заинтересована в экономических результатах своей деятельности, но не ценой снижения нормативов потребительских. И тут они, конечно, перегнули палку. И вот вчера искали вместе с Бусаргиным, значит, крайних, что оказалось, это не они виноваты, там отключила управляющая компания, один стояк, почему-то под шумок можно свалить на ТГК-9, у них же там вот безобразие творится, они тут не могут отрегулировать режимы. А оказалось, тут еще и такие вещи происходят. Жизнь наша сложна. Но по другому адресу нам в Бусаргинске сообщили неверную информацию. Женщина говорит, у меня парализованный муж, очень холодно, помогите. Приняли меры, сообщили обратно. Ему, а потом мне, что все нормально, обошли жильцов дома на береговой, по-моему, улице. Жалоб нет. Я говорю, хорошо, я сейчас позвоню, я записыватель, звоню, говорит, какой жалоб нет, у меня же сил нет, говорит, не знаю, куда и чего метаться, все очень холодно. Ну, бывают такие. Я к тому, что общество, оно должно быть участником вот этих вот всяких важных дел по построению энергетики, дорог, домов, чего угодно, нашей жизни. А если общество не участвует, тогда оно страдает, часто бывает. Надо, чтобы общество не страдало, общество это же мы с вами. И вот нам представлялось так, что само по себе общество, оно может там, ну, звонить по горячему телефону, скажем, Министерства энергетики и на самом деле разовую задачку решать полдня. Это, ну, совершенно не дело, конечно, это неправильно. Надо, чтобы она систематически регулярно решалась каким-то отработанным механизмом. Это ведь, я говорю, на самом деле, не про развитие, а про функционирование, про нормальное функционирование существующих систем. Даже здесь идут сбои, здесь еще, и здесь его нет у нас нормальной связки, когда мы говорим про развитие. нам представляется, что вот как бы глаз народа в единичном виде сам по себе, он, конечно же, сюда не прорвется. Надо некоторое представительство. И разные возможные представительства. И вот мы выдвинули такую идею, что этим представителем может быть представительство, может быть экспертное сообщество, некая экспертная организованность. Это те люди, которые точно знают, что можно и нужно делать, что можно предложить тому же бизнесу, потому что он на этом зарабатывает и может заработать. К тому же государство, потому что оно исполнит свою государственную функцию, реализовав этот проект. Там люди занимаются своими делами, и на самом деле они не должны, вот сидя на своем, скажем, рабочем месте, я не должен заниматься разработкой каких-то технологий. Даже если мне это нравится, но я не должен отвлекаться на это. Там другие задачи, их тоже достаточно много. А кто-то должен, кто-то разрабатывает технологии, кто-то разрабатывает проекты, как бы макро- или мегапроекты, которые переформатируют, скажем, целую отрасль, могут или всю нашу жизнь, они должны быть услышаны как-то. То есть, соответственно, надо как-то построить вот этот, может быть, триалог, я не знаю, вот это вот вопрос, как это сделать. ответ на этот вопрос тоже нам придется искать, потому что эта схема не готовая. У нас есть экспертные советы. И мне кажется, это хорошее словосочетание, хотя говорят, попахивает там страной советов, но надо разобраться, что такое совет и идея совета. И есть экспертные клубы. Ну, клуб – это вот что-то, бильярдный клуб, там и так далее, это несерьезное. Но, обратите внимание, вот есть такие организации, которые не стесняются называться себя экспертными клубами, но существуют, и вот это вот, возможно, они будут партнерами нашего проекта. Такой экспертный клуб существует при Министерстве энергетики Российской Федерации. Вернее, существовал он там. Существует клуб по вопросам промышленности и энергетики при Минпромторге. Сейчас. Его глава Афанасьев, я сейчас недавно разговаривал с ним, он говорит, да, нас интересуют те темы, которые вы обсуждаете, других экспертов, которые в этой сфере существуют, подключать к вашим. Но, вот я бы все равно здесь подчеркнул, что эксперты есть, экспертное сообщество в наличности вроде бы есть, а вот его организации, его способы действия как субъекта вообще не очень понятны. Как формировать такое экспертное сообщество? Вот это одна из задач, на мой взгляд, на нашу игру. Продолжаем. Микрофон. Игорь, продолжение, как вы сказали, на понимание вопроса. Вы сказали, государство и бизнес, цепочка не работает, как по вашему мнению. На развитие часто не работает. На развитие. Но государство же мы выбираем, общество. Да. Тогда наши интересы уже государство должно и продвигать с бизнесом. Да, да, конечно. А тогда экспертное зачем? Экспертное вот это общество, третье связь. Если мы выбрали государство, мы выбрали в смысле выборные органы власти. Мы же когда на выборах выбираем власть, которая должна представлять наши интересы в обществе. Я не уверен, что это вопрос на понимание. Скорее всего, это вопрос все-таки на развитие содержания. И давайте обсудим его. Хороший вопрос. Может быть достаточно избирать и дальше ни о чем не думать? Но по факту сегодня пока недостаточно. И потом мне представляется, что это не наше изобретение. Вообще-то профессиональные сообщества, они участвуют в развитии своих государств. И, скажем, в свое время план ГОРО разрабатывался. Я как-то дошел, бываете в Москве, зайдите в музей Крыжановского рядом с Набережской, Раушской набережной. Там собирались вот две женщины хранительницы музея, говорят, вот собирались инженеры. Они не были во власти, они не были избранными властью. Они сидели вечерами, иногда к ним, говорят, Владимир Ильич даже захаживал. И сидели и думали, каким образом им построить энергетику страны, которая бы подняла страну, которая бы обеспечила ее экономическое развитие, то, что называлось потом индустриализацией. И это было такое вполне клубное пространство, вполне клубное сообщество энергетиков, которые придумали эту энергетику. Они, конечно, не тут, прямо здесь ее придумали, они привезли с собой идеи, которые у них были многие годы еще, скажем, до революции. Но, тем не менее, они собрались вместе, вот как эксперты, как специалисты. И выдавили свое предложение. Вы знаете, наверное, что сейчас в интернете все можно прочитать и увеличить меня, вру я или не вру. Но вот конкретные случаи, подтверждающие, что такие случаи возможны и очень даже судьбоносными могут быть. Но, тем не менее, я предлагаю все-таки этот вопрос обсуждать. Это вот мое такое видение, так у меня оно сложилось. Может быть, в чем-то я не прав, может быть, на самом деле власть должна быть устроена по-другому, например. Не знаю, давайте обсуждать это. У нас есть такая группа государства, попробуем понять, что должно, а что не должно делать государство. Ведь некоторые вещи оно делает, а не должно. Мы часто говорим, привычная схема. Государство не делает то, что оно должно делать. Ну, очень много примеров. А вот находясь внутри, я начинаю понимать, что часто я занимаюсь тем, что я не должен заниматься. Есть для этого реальные институты, какой-нибудь управдом, управляющая компания, вот она и должна заниматься. Почему я-то этим занимаюсь? Мне звонят и говорят, ты электрик? Я говорю, да, я электрик. Пенсионер какой-то. Я говорю, тоже электрик. Вот у меня лампочка не горит в деревне Косулино. Я говорю, и что? Надо, чтобы горело? Я говорю, а вы обращались в местное управление? Да бесполезно. Самый местный орган власти обратиться, чтобы вызвали электрик, например. Да, бесполезно. Ну, и звонит в министерство. Вот, мне кажется, это неправильно. Не потому, что там уж я так как-то забронзовел, чтобы мне там ленили там как-то еще поехать, лампочку вернуть. Я даже когда-то забирался когтями на столб, я бы, наверное, мог это сделать и сейчас. Но мне кажется, не должен делать этот чиновник. Другие люди должны заниматься. Вот еще и это. К теме государства, тема государства, на мой взгляд, очень важная. Я думаю, надо постоянно возвращаться и понимать, какое государство мы хотим построить. Не только энергетику, но и какое государство. Давайте это обсуждать. Продолжаем. Хотя уже пора заканчивать, что-то я затянул. Все ведь не расскажешь сразу. И я думаю, что по ходу мы выстроим наши установки до конца и наши задачи. Еще одна тема, которая нас волнует и очень близко находится к теме экспертного сообщества, субъекта развития, это кадры для развития. Мы называем формально это мероприятие с кадровым резервом отрасли. Это принимается как очень важное дело. Государство, правительство это понимает. Вот это мероприятие записано в план мероприятий правительства Средневековской области. Ежегодно записывается. Считается, что правительство должно поддерживать такие мероприятия, очень важные. Но насколько важные, это зависит в том числе и от нас, конечно. Но вот в том числе вот такие мероприятия, на мой взгляд, они послужили не то, чтобы кадровым лифтом, как говорят, попал в струю, получил связи, но тем не менее можно здесь и найти здесь, на этих мероприятиях и ваших будущих работодателей, даже сидящие здесь могут подтвердить, что с ними это случалось вот именно здесь. В этом смысле я желаю вам, конечно, планируя свою карьеру, свое будущее, может здесь встретить возможность какого-то личного развития. Но не обязательно ведь это. На мой взгляд, очень важно для себя понять, кем ты хочешь стать, что ты хочешь в жизни делать и может бросить эту энергетику и заняться кинематографом, потому что в нем призвание обнаружено здесь на игре. И пусть это будет обнаружено, пусть это будет вашим собственным самоопределением, построением собственной программы развития. Вот я приглашаю к такому творческому отношению к себе, еще к рефлексивному, как бы самонаблюдению, что я делаю, зачем я это делаю, мне это надо, может мне надо что-то другое. То есть порешать. Есть возможность, как раз отвлекаясь от рабочих, бытовых обстоятельств, подумать о себе, подумать о своем будущем, построить свое будущее. Одна из таких возможностей, тоже я хотел бы вам ее как-то презентовать, у нас будет группа кадров для развития, а вообще непонятно, кто должен заниматься развитием, и кто должен заниматься построением и созданием этой новой энергетики, по большому счету. Вот поступил такой документ, я его передам, наверное, в группу, у нас будет вот эта самая группа кадров, на которой мне надо дать ответ до, по-моему, до 20 ноября. Не вижу даты, ну где-то, по-моему, до 20 ноября. Надо дать предложение формирования группы кандидатов в президентскую программу, в президентскую программу подготовки управленческих кадров. Слышали что-нибудь? АВПП. Есть такая ассоциация выпусков президентских программ, вот мы с ней сотрудничаем с этой ассоциацией, и подготовили уже немало людей, специалистов. Наш министр, первый министр энергетики этой Свердловской области Юрий Петрович Шевелев прошел через этот, я не знаю, через этот проект, можно сказать, и предполагает очень хорошую подготовку, дополнительную предполагает дальнейшую стажировку за границей, и попадание, скажем, в базу данных, в поле зрения лучших кадровых ресурсов страны. Поэтому вот здесь желающие могут записаться, если такие есть, конечно. Есть. Хорошо. Значит, мне легче уже своей задачей справиться, если есть такие люди, вот записались. Но я предлагаю, на самом деле, подумать об этом несколько более серьезно. Очень важно желание, потому что человек берет на себя ответственность перед собой, перед теми, кому он говорит, возьмите меня в разведку. Надо же этому соответствовать. И нам надо решить вопрос, который до конца не решен. Что такое кадры для развития? Что такое перспективный человек, каким требованиям он должен отвечать? Поэтому нам надо не только дать список, мне не только список, нам надо обосновать, почему вот этот, этот и этот. Сколько там? 27 человек. Хорошо. А почему? Вот это надо понять. Надо понять, чтобы у нас было внятное обоснование. Если мы хорошо обоснуем, а я думаю, что мы это реально можем сделать, то мы поймем тогда, каким образом мы защитим этот список. И в этом смысле игра с кадровым резервом даст реальный результат, даст группу, в этом году первую, в следующем году, глядишь, вторую, группу, которая, приезжая сюда, получает вот эту путевку в эту программу, но если она выработанным нами же требованиям отвечает, а эти требования, они будут обоснованы, наглядно показывать, что именно это, вот этим требованиям должны отвечать перспективные кадры развития страны. Поскольку это не отраслевой проект, это странный проект федеральный. Вот такой еще документ у меня есть, предлагаю взять его как одну из рабочих задач. А дальше смотрите, есть еще ряд задач, которые записаны в оргпроекте, у вас есть такие книжечки, есть программа, есть тема, которые нам надо будет осмыслить, в группах проработать, и есть темы, есть темы групп. Это вот номера, страниц нету, но вот есть такие игровые группы. У нас, мы предполагаем, построить 9 групп и поработать, организовать работу в этих 9 группах. У нас здесь около 100 человек, предполагали мы, что будет у нас 81 участник и такой желательный предел, желательный условный предел, чтобы 9 человек, 9 групп, 81 человек. Плюс команда, которая будет сопровождать этот процесс, это игротехники. И еще одна специальность, которую мы сейчас как-то специально должны оговорить, которую мы назвали смыслотехники. Наверное, вот уже подошло время к представлению и каким-то рабочим процессам можно перейти к третьей части, а именно правила игры, какие-то условия, распорядок. Опять же, я не буду, не собираюсь говорить все, мы по ходу все это освоим и по имеющимся у вас документам вы вполне сориентируетесь, где и когда будут различные события происходить. Они вполне регулярно будут происходить, поэтому сориентироваться будет легко. Что нам хотелось получить в этом году? Поскольку по результатам экспертного клуба так уж получилось, мы написали записку губернатору о том, что у нас в области есть ряд технологий, которые мы считаем перспективными, и есть кадры, которые способны реализовать эти технологии, мы просим поддержать нас и помочь реализовать эти технологии, на благо, собственно, не энергетики именно области, поскольку масштабы их, мне кажется, довольно значительные, а масштабах страны, называя там как раз подземный АЭС, в том числе, установки на твердоксидных топливных элементах. Кроме этого, мы обсуждали там идею развития робототехнологий или робототехники в энергетике, не только, конечно, меньше в энергетике, но на примере энергетики мы можем показать, что сегодня пора уже перестать делать, например, трактора, а можно делать уже роботов на Уралвагонзаводе или где-то там еще. Такая группа тоже у нас есть, она имеет свои традиции, и вы, наверное, если бы вы были на инопроме, вы уже видели демонстрацию, они создали такой мастерский инопрома, и там создали, демонстрировали роботов, которые могут диагностировать там трубы, собирать торф, которые могут там летать, насколько я понял, и выполнять задачи, диагностики состояния, осмотра состояния энергообъектов, например. Все это в целом может ввязаться в некоторую концепцию, которая нам показалась и положена в основу вот этой игры, но для этого, мы поняли, что для этого нужно как-то убедительно сказать о том, что это есть, что это может дать, как с этим можно работать, как это можно продвигать. Соответственно, не знаю, надо ли написать, нарисовать еще одну схемку, но представляется мне, что мы должны создать нечто в виде текста, в виде книги, например, или записки, можно назвать это запиской, а может быть правильно назвать концепцией. Вот концепция вот этой вот новой энергетики, которая бы состояла из распределенной энергетики, из ее предложений, и из энергетики, традиционной, но тоже обновляемой, как-то по понятным, предлагаемым нам правилам. и кроме этого мы хотели бы разработать концепцию организации развития, вот каким образом можно включать экспертов, специалистов, которые есть или могут появиться идеи развития, предложения, технологии, и могут быть прорисованы программы, пути их реализации, до их реализации. Я думаю, что такой текст мы можем написать. Я себе представляю его в объеме 81 страницы, то есть каждый из 9 групп будет писать по одной страничке в день, каждый день у него будет рождаться 9 страниц, соответственно, за 9 дней, а 8 дней у нас, значит, чуть меньше, то есть какой-то такой формат, примерно. Я думаю, что мы можем сработать на то, что то, что мы говорим, будет как-то оформляться. Но вот вопрос, как это будет оформляться, на самом деле никто не знает, как оформлять результаты игры. По-разному, есть разные опыты этого, в том числе успешные опыты. Может быть, такой простой способ, как я говорю, по страничке в день и неправильный, но вот надо проверить, а как мы можем оформлять эти результаты, так, чтобы потом кто-то, например, губернатор мог прочитать. Заканчивая уже вот эту смысловую часть, я бы хотел отметить, что у нас запланировано 14 декабря проведение отраслевой экспертной конференции, куда мы планируем человек 200 энергетиков собрать, и там уже, можно сказать, я уже обещал, что мы вот 19 ноября отсюда привезем концепцию развития энергетики, которые солидные энергетики будут обсуждать. и свой вердикт наложат, что тут полезного, что тут резонного, и что нерезонного. Таким образом, результатом нашей работы будет вот пища для размышления серьезных энергетиков. А дальше можно уже обращаться к государству, к людям, принимающим решениям, если это будет одобрено вот этой конференцией, для того, чтобы это было реализовано. Вот, коротко, если заканчивать вот эту часть выступления, такой представляется замысел. Без деталей, детали, я думаю, мы вместе с вами будем прорисовывать. Здесь надо переходить к организационным вопросам мне. Есть ли какие-то вопросы по этой части? Пожалуйста. Что мы будем делать с участниками, которых нет в списках? Есть такие участники, которые нет в списках, да? Ну, это организационный уже вопрос, переходим к нему. Давайте тогда посвятим, перейдем, собственно, к решению организационных вопросов. Итак, вот такие книжки у всех есть, да? То есть программа и вот эта страничка, где написаны группы, у всех есть. Если, во всяком случае, нет, вы можете сориентироваться и их найти, разобраться и изучить. Там дальше есть страничка в самом конце, вторая от конца, если листать, группы и организация разработки концепции. Смотрите, здесь некоторые фамилии расписаны, потому что мы работали с вашими анкетами и определили, где, на наш взгляд, вы могли бы быть реализованы с большей пользой для себя и для всей нашей работы. Возможно, мы где-то и ошиблись, но несколько анкет нам показалось такими непонятными в этот счет, и мы не стали расписывать часть наших, часть вас, часть участников. Предлагаем это сделать вам самим. вот сейчас нужно взять, как мы это сделаем, Андрей, у нас будут что, листочки, да, будут сейчас положены 9 листочков с названиями групп, с тем, чтобы вы сюда дорасписались, а еще есть пространство, где эти группы будут собираться, здесь это обозначено, да, давайте еще полистаем, вот такой есть разворот, где есть планы, и там есть написано рабочее место группы 1, рабочее место группы 8, видите, да, номера групп подписаны на предыдущей странице, плохо слышно, номера групп прописаны на предыдущей странице, да, да, на предыдущей странице, там номер, первый традиционная сетевая энергетика, второй распределенный и так далее, девятое экспертное сообщество, итак, вот сейчас мы сделаем некоторый перерыв, где посвятим немного времени, сколько нужно времени, чтобы определиться, минут 5-10, пожалуйста, ну вот сейчас мы начнем, да, я думаю, что все готовы, расписываются по группам, и я сейчас обращусь к регламенту, у нас должен быть сейчас обед по плану, с часу, да, через 45 минут будет, вот мы можем до обеда, желательно, чтобы мы собрали, чтобы уже игротехники собравшись поняли, что у нас получается, и организовали уже свою работу, следующий момент, если возникает какие-то вопросы или предложения по переходу группы, у нас есть предложение, мы его сделали традиционным, и оно себя оправдывает, давайте мы поработаем сейчас в тех группах, в которых мы вас записали, и если у вас возникнет желание завтра перейти, поменять группу, вы подойдете с этим, к своему игротехнику, и к тому игротехнику, к которому вы хотите перейти, и с ними этот вопрос согласуете, но завтра, а сегодня работаем в этих составах, есть ли тут вопросы? Так, мои коллеги, игротехническая команда, есть ли тут моменты, которые нужно сейчас еще отразить для организации процесса самоопределения или до самоопределения по группам? что-то я пропустил, что-то важное надо еще сказать? Хорошо, я еще один информационный момент отмечу, у нас идет трансляция в интернет, я не знаю, сколько там сейчас участников, 8 человек есть, но обратите внимание, у нас есть участники, которые можно назвать сетевыми, их привычно так уж сложилось, стали называть виртуальными участниками, хотя такие же реальные люди, как и мы, но они могут участвовать в нашем рабочем процессе, в том числе не как наблюдатели, зашел, посмотрел, что тут говорят и ушел, а вполне осознанно, даже может быть более осознанно, чем кто-то из нас, участвовать в решении этих задач, поэтому эти участники могут дополнять нашу работу своими интеллектуальными усилиями, и поэтому у нас сегодня будет задача еще понять, кто у нас в каких группах из виртуальных участников, я думаю, что это будет видно игротехникам в своих группах, но имейте в виду, что вот такие участники у нас могут появиться, как участники, так и эксперты. Пожалуйста, вопрос. Чтобы все слышали. Дайте микрофон. Виртуальные листевые участники, как будут вливаться группу? То есть это будет приноситься их решение какое-то, какая-то генерация? Вот этот вопрос. Он выложил идею, мы ее как получим в пылу разгара этой игры? Понятно, очень хороший вопрос. У нас при подготовке к игре обсуждения на эту тему шли и даже строились разные концепции, разные варианты построения подключения сетевых участников. Сейчас их немного и мы разберемся, если их будет много когда-нибудь. Каким образом мы участвуем? Мы пока проговариваем, что у нас участники, желательно, чтобы они закреплены были за конкретными группами, а там группа должна найти способ взаимодействия с ними, таким образом, чтобы это не ломало работу группы, не ухудшало ее работу. При этом, возможно, и онлайн участие, в том числе голосовое участие. Вот у нас есть эксперты, которые могут выступить. У нас есть, скажем, Владимир Энесточ, Петров, есть, вот в начале его не было. Мы предполагаем, что эксперты некоторые тоже будут участвовать через интернет, в том числе, но могут приезжать так. Сегодня, я надеюсь, к вечерним пленам к нам подъедет представитель, заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Александр Александрович Александров. Он планировал к нам подъехать и начнем мы, видимо, вот вечерний уже наш пленум, я надеюсь, мы с ним еще свяжемся, с какого-то его сообщения о том, что он нам скажет. Давайте попробуем продемонстрировать возможность вот этого сетевого участия на пленарных заседания живым голосом. Владимир Энесточ, вы можете нам сейчас что-то сказать или как сориентируете по вашему выступлению? Что-то со звуком. Может быть, включить микрофон? Владимир Энесточ, там есть такая опция. Настройка. Нет контакта. Нет, вещать он уже нажал, там микрофон еще есть. Владимир Энесточ, мы вас не слышим, а он-то нас слышит. Напишите в чат ему, чтобы он включил микрофон. Похоже, там дело в этом. Вчера все работало. Вчера все работало. На что, Андрей, не удается пустить сигнал, чтобы мы не слышим? Продолжение следует... Алексей Евгеньевич, пока тут небольшая настройка. Я, может быть, немножко добавлю на вопрос Камиле. Пожалуйста, Алексей. Алексей Шустав. Да, Алексей. Меня зовут. Спасибо. Как раз в тему вопрос получился. Насколько я видел по спискам, вы как раз в группе качества жизни пока распределены. Вот. И у нас, что самое интересное, таким же образом запланирован один удаленный участник. Вот. Я надеюсь, что подключение будет более качественное. Ну, это в конце концов технические детали. Мы на них не будем отвлекаться, так же, как и сейчас. Вот. То есть, возможно, у нас будет постоянно работающий участник. У нас ноутбук стоит там на месте работы. И мы постараемся коммуницировать вместе с ним. Если это не получается, например, вот такие технические сбои, еще что-нибудь, мы не ждем его. Мы продолжаем работать. Он имеет возможность нас слышать прямо с нашего рабочего места. И если у него не получается включение, он в Google Docs, ну, условно говоря, если вы знаете этот инструмент, так скажем, свои высказывания, свои мысли, свои комментарии параллельно ведет. А в свою очередь наша группа будет заниматься тем же самым. То есть, если мы сможем это организовать. То есть, вот таким образом коммуникация организована. Вот небольшое добавление. Спасибо за то, что послушали. Спасибо. Вопрос можно? Пожалуйста. Вот те, кто определились уже в какой группе они хотят быть, куда все-таки обратиться, что сделать для того, чтобы их уже туда записать? Кто говорит, я не вижу. Я. А? Да. Сергей Юрченко. Я не представился. Что делать, если ты определился с группой, но не знаешь, как туда записаться? Ну вот сейчас мы закончим. Если получится выступление Владимира Анастасовича Петрова, мы его прослушаем. Оставшиеся, кто не записался, запишутся в группы. После этого у нас обед, а после обеда, через час еще, мы встречаемся в группах. Надо просто подойти в свою группу и все. Можно, наверное, обратиться к игротехнику, если сейчас всех озвучить. Можно ориентироваться на конкретных людей. Давайте. Поскольку у нас вышла заминка. Итак, группы. Группа традиционная энергетика. Вот у нас здесь получилось так вот с бою. У нас не смог поехать один игротехник. Мы будем определяться, кто тут будет игротехником. Но Фомичев Алексей, он здесь есть. Где он, да? Алексей Фомичев. Вот он. Будет работать в этой группе. Смыслотехником, видимо, игротехником. В этом части. Дальше. Группа распределенной энергетики и перспективной энерготехнологии. Андрей Лекомцев. Смыслотехник кто? Виталий Соломин. Хорошо. Так. Группа робототехника в энергетике. Александр Лемех. Есть у вас смыслотехник? Александр Павлов. Александр Павлов. Александр Павлов. Александр Павлов. А где он? Вот здесь. Александр Павлов. Отлично. Спасибо. Группа качества жизни. Здесь прошла замена. Алексей Шуста будет там игротехником. Алексей. А кто смыслотехник группы? Анатолий Гармашов. Анатолий Гармашов. Конкурентоспособность и безопасность. Нигматулина. Амина Рамазановна. Амина, кто у тебя смыслотехник? Вакантная должность. Имейте в виду. Есть шанс занять ее. Войти в состав в союзе писателей. Кадры для развития энергетики. Лекомцева Юлия. А, она будет попозже. Она подъедет позже. Да, и кто у нее еще с ней работает? Тоже вакантная. Смотрите, как спорта и вакансии. Кадровый резерв требуется. Группа государства. Игорь Радун. Так, и смыслотехник. Сергей Шабалин. Группа бизнес. Антаков. Андрей. Его сегодня пока тоже, он не доехал еще до нас. И кто там у него в паре, тоже пока не знаем. Группа экспертное сообщество. Кривопальцев Владимир Ильич. Вот он. А, Журухин Михаил смыслотехник. Вот такой состав. С нами работает студия Рада. Она всегда нам рада, мы рады ей. Владимир Михайлович Бойбородин за аппаратом. Представить свою команду, если надо. Позже Владимир и Ирина. И еще там один человек есть. Еще один Владимир. Так, ну и еще у нас человек, который занят сейчас поиском контакта, есть. Представьте его. Это наш IT-техник, Стариков Михаил. Айтишник. Да, наш айтишник. В случае возникновения проблем, его телефон написан на форзанской книжечке. Так что обращайтесь. Он обычно здесь сидит. Так, ну вот что мы делаем. Мы можем, в принципе, Владимир Ильич, если не получается контакт, то у нас вот технические проблемы. Мы тогда, наверное, можем прерваться, записываться по группам в это время. А если вдруг удастся за это время восстановить еще что-то, может быть, удастся нам и вас послушать. Если нет, найдем другое время для вашего выступления. Так, наверное, надо записываться. Вот есть бумага, да? Вот она. Давайте мы положим ее сюда на стол. Тогда заканчивается сидячая фаза. Все свободны. Пожалуйста, следуем по расписанию. Через полчаса обед, через полтора часа группа. А здесь, кто не записался, пожалуйста, запишитесь. Спасибо. 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 Спасибо.